В 1935 году в небо поднялся аэростат под названием «Эксплорер-2», в результате чего нам была предоставлена первая фотография земной поверхности. А в 1946 году на ракете «В-2» была установлена камера, которая также засняла земную поверхность в 1946 году. А в 1961 году на корабле «Восток» никаких камер не было. Ну согласитесь, очень странно. Хотя сегодня я хочу поговорить немножечко не об этом послесловие. Хочу поговорить о празднике Нептуна. Оказывается, была придумана традиция под названием «Праздник космического Нептуна». В звездном городке космонавты устраивали свою собственную олимпиаду с блэкджеком и девицами легкого поведения. Они там делали силовые упражнения, в общем соревновались между собой и веселились как хотели. Гагарин играл роль Нептуна. Он одевался в Нептуна, сушки, баранки вешали, тельняшку. Рядом с ним была всегда русалка Валентина Терешкова, наш любимый космонавт. А еще всегда сидел в чалме Алексей Архипович Леонов. Есть даже архивная запись этого праздника. Сейчас я вам ее покажу. Но прежде чем показать, вы задумайтесь, почему космонавты устраивали такое шоу именно в воде и называли все это праздник космического Нептуна. Задумайтесь. А теперь просто посмотрите эту запись. В Америке долгое время никто не хотел регистрировать этот полет Гагарина, потому что говорили, а где доказательства полета. Посмотрите сами. Скрывали место запуска, аэропорт фальшиво строили. Документальных съемок полета нет. Никаких съемок земли, земной поверхности от Гагарина нет. Приземлялся он на парашюте отдельно от капсулы, а быть может его с самолета просто скинули в определенный момент. И даже выходили целые карикатуры, когда Гагарин лежал пьяный за столом и говорили, что Гагарин на орбите. Это была такая карикатура украинская. Долгое время. Нету никаких доказательств полета Гагарина. Кто-то скажет, ведь фиксировали же переговоры Гагарина и Королева радиолюбителей. Дело в том, что болванку можно было запустить с диктофонной записью, где эта запись просто проигрывалась и передавалась по радиоканалу. Вот и все. Поэтому время самых первых фейков, оно и на том время самых первых фейков. Никаких доказательств полета Гагарина фактически нет. Кто-то скажет, ты сейчас все опорочил, первого космонавта, такое достижение. Но взгляните правде в глаза. Что у вас есть за полет Гагарина и что есть против? Против очень много. А знаете почему? Потому что никаких документальных съемок у нас нет. Думайте сами, решайте сами. Все как обычно. А на сегодня у меня все. С вами был TM Studio. Смотрите мои следующие выпуски. Подписывайтесь на канал.